У нас любимое время в нашей программе. Время, когда нам дарят подарки. Гони что-нибудь. Это, мы же скоро Новый год. Что мы сегодня получаем следы? Да, во-первых, это... Красиво. Во-первых, я не просто архитектор, я еще художник. Мне там диплом написано архитектор-художник. Поэтому я не только черчу, я еще рисую. Обалдеть. Это вот такие календарики на... Это мое хобби, так скажем. Здорово. Календарики на 2019 год. Спасибо. Это очень много. Огромное. Третий пойдет еще в музей. Поскольку программа у нас... Творческая. Да, творческая. И всех наших гостей, кто к нам приходит, мы обычно даем какое-нибудь веселое задание. Да. Ты же художник. Ты же художник. Мы тут попросили одного маленького ребенка нарисовать... Да ладно, я это рисовала. Что ты меня выгораживаешь? Я все понимаю. Итак, попросили Лиду нарисовать сегодня домик. Ну, тебе знакома эта тема, как бы, дом, труба. А это... Маш, мы хотим, чтобы ты... Покажи домик. Да, домик. Я красиво рисую. Красиво Лиду нарисую. Тремя штрихами какими-нибудь сделала из этого домика эксклюзив. Тремя штрихами? Ну, да, четыремя. Ну, ладно, да. Она из него сделала. Была у тебя просто избушка, стала в Венеции с пейзажным видом стоящей на риге. И сразу стоимость твоей недвижимости возросла в тысячу раз, потому что недвижимость с видом на воду... Обалдеть, профессионал. Все, идем писать программу и... И снова о парке Зернова, а еще о приемнике для животных, акции «Мы помогаем» и «Бунтах в школах», о чем говорит город, говорим. И мы обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней. В эфире «Соседский вай-фай» в студии Кирилл Васенин и Лидия Шулаева. Подключаемся! Да, давайте, давайте, давайте! Кирилл, так как у нас продолжается бюджетный процесс, масса всяких слухов, истории, обсуждений и всего прочего рождается именно из этого. И вот очередная история, что городская казна больше не может финансировать наш приемник для животных городской. Слушай, вот я тебе пока-то не начала мне спросить и рассказывать, мне сразу возникает вопрос. Город у нас не может, завтраки не может финансировать, продленку не может, до животных добрались. Я рассказывала тебе уже про трехсторонние соглашения между Минфином, правительством Нижегородской области и главой Сарова. Вот это соглашение, оно предусматривает, что мы получаем субсидии и субвенции из бюджетов верхних уровней при условии, что мы не финансируем какие-то расходы. У нас нет полномочий. Если мы финансируем, вот выделили 2 миллиона на приемник, 2 миллиона нам недовыделили. Получилось, что мы выделили на приемник не 2, а 4 миллиона. Но хочу тебе сказать, что в городе-то не только горожане, но и власти, они, в общем-то, этой проблемой всерьез и задачены. Потому что приемник обходится, его содержание в 4 миллиона в год. Год – это вырученные самим приемником деньги за счет каких-то проводимых работ. Миллион они получают из области, и еще 2 миллиона давал город. Так вот на эти 4 миллиона худо-бедно они существовали. Мы получаем миллион из областей именно вот на эту программу. На содержание в течение 10 дней. За 10 дней его там подлечивают, если нужно, кастрируют. Кастрируют, да, проводят стерилизацию. И дальше за счет уже вот этих городских денег он содержится 30 дней еще или 40, пока ему не найдут дом. Волонтеры же стараются тоже пристраивать. За 10 дней пристроить животные. Ну, никак, ну это сложно. Если только к себе домой взять. Да, да, ну как бы соседям не будет нравиться, если у тебя дома будет 25 кошек жить, даже если это будет очень-очень доброе дело. Можно будет, как в нашем любимом мультике «Симпсон», вы хотите «Ва-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Да, да, да. И получается, что через 10 дней животных будут отпускать обратно на улицу. Ну, с дикими животными худо-бедно, понятно. Они так и жили на улице, вернутся обратно, уже стерилизованные. Ну да, они подготовленные к жизни. Но два года подряд у нас карантин по бешенству. И то, что животные не размножаются, то, что они стерилизованные, и это их не сохранит. Ну да, от этого нас не спасет. Да. По всякому случаю, это размножение только спасает. А как с домашними животными? Вот их приняли, стерилизовали и что? На улицу, да, они долго не проделись. Поэтому обеспокоены все, и сейчас и городские власти, и депутаты, они ищут возможные пути решения, обсуждают на комитетах, спорят, дискутируют. Да, из бюджета не можем, будем искать механизмы, как смочь. И вот один из вариантов возможных, один из механизмов, это финансирование питомника через НКО, некоммерческую организацию, социально ориентированную. И вот если сейчас все срастется, то некой некоммерческой организации, профиль которой будет уход, содержание животных, ей будут выделяться деньги, потому что на поддержание НКО у нас есть возможность выделять деньги, то вот по такой схеме. Как получится, увидим уже, мне кажется, в ближайшее время, потому что бюджет будет приниматься или не приниматься, как уж депутаты проголосуют. Ох уж эти депутаты. Ох уж эти депутаты. 13 января Дума по бюджету, я думаю, что до этого момента будет все понятно с нашим приемником. Я хотел только уточнить момент, НКО-то существует или ее создают профиль? Насколько я знаю, существует. Замечательно, тогда будем надеяться, что эта схема будет работать и животных не выбросить на улицу. А это уже неплохо. Здорово, что помогают животным, но не менее важно помогать людям. У нас в самом разгаре наши традиционные и любимые нами и всеми горожанами акции мы помогаем. Помнишь об этом? Да, я помню. И причем, знаешь, у нас обычно так всегда бывает. Когда она только начинается, люди как будто только шажочек за шажочком делают. И под конец, когда мы уже фасуем пакеты, начинают нести сумками, коробками привозить. И мне очень приятно, когда мне вконтакте пишут мои друзья, которые, грубо говоря, из тех людей, которые телек вообще не смотрят никогда, и эту программу они вообще не увидят. Вот, они мне пишут, говорят, слушай, еще не закончилось, мы несем, мы несем, мы хотим поучаствовать. То есть информация распространяется. Да, и мне очень, мне прям нравится видеть этот результат. Я в каком-то смысле понимаю даже волонтеров, которые говорят о том, что... Дарить добро очень здорово, на самом деле. Да, ты получаешь кайф от того, что ты помогаешь кому-то, даже кого-то не знаешь. И это круто. Ну, мне на самом деле каждый раз, когда я запускаю эту акцию, вот как ты сказал, там первая неделя, там первые полторы-две недели, ничего не происходит. И все кажется, что провал. И я думаю, что как вообще, я каждый раз боюсь. Но каждый раз недооцениваю соровчан, пора бы уже перестать это делать, потому что начинается. И вот уже сейчас началось, люди несутся коробками, так здорово. И мы тоже с каналом пойдем, тоже будем покупать продукты. Да, причем... Приятно, когда приходят бабушки. Помнишь, в прошлом году пришел бабушка с дедушкой, пришли солености, вот эти вот консерванты принесли, конфетки в пакетиках. Ну, они делятся тоже вот, ну... Ну, наверное, да, у них там они не олигархи. А последнее, но настолько, настолько хотят помогать, и это так здорово. И вот смотришь на этих людей и понимаешь, что не обречен мир, не обречено человечество. 300-400 рублей потратить из своих запасов, пойти купить сахар, макароны, какую-то рыбку, тушенку, еще что-то такое, масло подсолнечное. Для нас, вот для нас, для всех, вообще ничего не стоит. Да 300, и даже 500 рублей, это сумма, которую даже большинство людей не ощутит. Но для пенсионеров, это действительно, особенно для одиноких, для них это ощутимая сумма, потому что у них большая часть пенсии, она уходит на коммуналку и на лекарства. Чем-то не то, чтобы порадовать, просто полноценно питаться не получается. И мы же собираем, ну, простые, достаточно продуктовые наборы, ну, крупы, конфеты, макароны, консервы, это то, что не скоро портящиеся, потому что в течение долгого времени собираем. Да, смогут отложить, если что. Обычный продуктовый набор, который у нас не вызывает никаких эмоций, потому что мы каждый день, он не праздничный. Но это такую радость вызывает у тех людей, которым мы эти пакеты носим, что, правда, понимаешь, что мы все делаем правильно. Мы с вами, дорогие сыровчане, все делаем правильно. Поэтому присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Отойдет, давайте, давайте, сделаем мир чуть-чуть добрее. Особенно перед Новым годом. Здорово же дарить людям сказку, правда? Ну и давай к вещам совсем не сказочным. В Москве, к сожалению, к счастью, без пострадавших, но, к сожалению, очередное ЧП в школе, полная эвакуация школы на Юго-Востоке. Это ты про молодого человека, который... Молодого человека, который пришел с ножом, ругался с учителями, и вначале им угрожал, школу эвакуировали, там 320, по-моему, человек. Ну да, ну да. И он сидел, грозился себя убить. Я, ну, я не знаю, у нас какой-то... У нас какой-то, получается, такой выпуск, мы так хмуренько на все смотрим. Но это на самом деле... Почему хмуренько? Ну, хмуренько. Ну, животных спасаем, людям помогаем. А вот мальчик, ну... Ну, а вот мальчику, видимо, некому был помочь. Поэтому... Ну, одноклассники про него говорят, что тихий, спокойный парень, но очень замкнутый, с ним даже не общались. И мы опять приходим к тому, что человек замкнутый, что, наверное, возможно было в нем что-то разглядеть, если бы в школах было достаточно психологов. Помнишь, мы поднимали уже этот вопрос? Да, мы об этом с тобой как-то один раз уже разговаривали. Ну, и с другой стороны, может быть, я вот сейчас затрону очень непопулярную тему, но дети очень жестокие. Дети жестокие. И не факт, что вот это те одноклассники, которые сейчас про него что-то говорят, говорят, что он был замкнутый, но, мягко говоря, не троллили его в школе. Вполне возможно, они тоже какую-то свою, не основную, но толику какую-то могли вложить. Возможно, я не знаю, возможно, как эфиры этой передачи уже какие-то подробности будут. Сейчас известно, что, слава богу, никто не пострадал, мальчик тоже с собой ничего не сделал, с ним договорились, его отвезли в больницу, в чем причины, разбираются. Но сам факт, дорогие взрослые, дорогие родители, будьте внимательнее к своим детям. Иногда такие вот ситуации, их можно предотвратить. Я даже скажу больше. Уважаемые классные руководители, будьте внимательны к тем, за кого вы взяли на себя ответственность. За детей. За детей. Но есть еще одна история, она тоже связана со школой, со школьниками, но она более, знаешь, более благородная, что ли. Ты про Волжскую школу. Да, 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 в Волжской школе, в одной из школ города. Дети бунтуют против директора. Верните Саныча. Верните Саныча. Именно такие надпись дети расклеивали по школе во время уроков перемен. Суть в том, что, как было написано на одном из интернет-ресурсов, учитель труда во время прямой линии с президентом России сказал, что в школе... Он сказал, насколько я знаю, он слава СНСКи, да. Да, обратился к президенту с тем, что в школе станков по труду не хватает, парты старые советские и так далее, и так далее. То есть скрыл проблему, которую, наверное, директор школы скрывать совсем не хотела. И на него повесили, уволили по статье «Избиение ребенка», как будто бы он избил школьника. Там еще такая история, что директор школы еще и депутат городской думы, да, не будем называть партию. И она была очень недовольна к тому, что трудовик привлекал внимание к проблемам школы. А в школах, кстати, еще окна деревянные до сих пор, ты понимаешь, что это такое? Очень в плохом состоянии материально-техническая база. И якобы ударил ребенка, хотя в возбуждении уголовного дела отказано. Состава нет, к медикам никто не обращался, ничего не было. И дети, они, может быть, как ты говорил, жестоки, но они очень честные. Они видят, когда их обманывают, они чувствуют неискренность. Ну, в общем, да. Поэтому они встали, в общем-то, на сторону того, кто прав. Как в том фильме, в «Хорошем старом». В чем сила, брат? О силах правде. И дай бог у детей получится отстоять своего любимого учителя. Потому что любимый учитель, хороший учитель на вес золота. Потому что именно учителя закладывают в нас основу личности. Такое у них бремя жизненное. Когда повезет с учителем, то, можно сказать, что человек на 100% состоится. А ты помнишь своего любимого учителя? Конечно, помню. А по какому предмету был учител? По немецкому языку. Почему я не удивлен? Ты помнишь, как ее звали или его? Татьяна Павловна. Я думал, ты сейчас что-нибудь, знаешь, какой-нибудь там... Ганс, шедыш, молодец. Господи, твой немецкий ужасен. Ну, я с легким акцентом бретонским говорю. Да, она привела мне любовь к языку, за что я ей очень благодарна. А я до сих пор вспоминаю свою самую первую учительницу, молодоклассную руководитель, у меня 4 года, в начальной школе. Тамара Павловна Лукина. Ох, вот это был учитель. Человечище. Сошли небесные. Друзья, вы помните своего любимого учителя? Расскажите нам. Первая учительница Людмила Викторовна Моськина. Школа номер 17 очень прям по-доброму относилась всегда. Добрая, как мама. Я ее до сих пор помню. Настя звали. Анастасия Михайловна. Запомнилась тем, что очень добрая, очень хорошая. Ибедева Елена Викторовна, наш классный руководитель. Хорошо руководила? Очень, замечательно. У нас она даже настолько классно сплотила. Мы до сих пор поддерживаем. Это уже прошло более 30 лет, и мы до сих пор классно поддерживаем отношения. Татьяна Юрьевна у нас была классным руководителем. Она работает в 16-й школе, учитель английского языка. Очень добрая, хорошая женщина. Классная руководительница Сергеева Нина Васильевна. Школа 20. А чем запомнилась? Чем запомнилась? Своим отношением к обучению, отношению к воспитанию коллектива. У меня была первая учительница Петрина Галина Петровна. Много, конечно, она нам дала. Научила и писать, и читать. Вспоминаем только хорошими словами. Так что спасибо им. Своя любимая учительница была учительницей математики. И звали ее Нина Александровна. Это и моя первая учительница Мария Васильевна, Царствие Небесное. И Ирина Серафимовна, наш классный руководитель. Чем запомнились? Чем запомнились? Я думаю, по прошествии лет становится понятным добротой, прежде всего. Добротой. Они очень любили детей. Ну а мы продолжаем. И к нашему соседскому Wi-Fi сегодня подключается архитектор Мария Зимина. Маш, привет. Привет. Давай пятерочку. Кирилл, твой пароль. Сегодня пароль для вашей будет Балясина. Балясина? Балясина. Маш, что такое Балясина? Знаете, что такое Балясина? Я-то знаю. Маша, ты знаешь, что такое Балясина? Баляч, конечно. Балясина пока нет в нашем парке. И, наверное, не будет. Парк без Балясина у нас будет, вы понимаете? Слушайте, подключилась. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, что в парке нет Балясины. Балясина, кстати, ну да. Не случайно Мария у нас в гостях. Продолжаем мы обсуждать благоустройство парка Зернова. История тянется давно и еще долго будет, дай бог, тянуться. Потому что... Нет, я к тому, что мы получим эти 100 миллионов и будем их осваивать. Потому что на сегодняшний момент некоторые народные избранники, депутаты наши, высказывают сомнения, что эти 100 миллионов мы получим. Для тех, кто не в теме, напомню, что Саров в конкурсе «Малые города России» весной в мае этого года выиграл 100 миллионов рублей на благоустройство парка Зернова. Чтобы эти 100 миллионов рублей получить до конца января следующего года, нужно представить уже проверенную экспертизой, прошедшую экспертизу, концепцию благоустройства этого парка. И эта концепция, она должна была быть уже готова и к 30 ноября. Но 30 ноября прошли только публичные слушания, на которых как раз Мария присутствовала. И как архитектор сейчас нам расскажет, что же произошло на тех публичных слушаниях. Google хорошая штука. Вот я сейчас набрала балясины и поняла, что это такое. И вот люди, которые представляли проекты на этих публичных слушаниях, они тоже знают, что такое Google. Потому что вот сейчас мы исчезнем, на экране появятся картинки, обратите внимание, те, что слева, это картинки, которые представлены в концепциях, те, что справа, это картинки, которые выдает Google по запросу благоустройства парков. В общем, Маш, были представлены 4 концепции. Я, если честно, вообще ничего не поняла, кроме того, что это будет сталинский ампир, плюс эко-стиль, и эти 4 концепции отличаются тропинками. В одной концепции тропинки параллельно, в другой они под углом 30 градусов, в следующей под углом 90 градусов. И там еще была концепция, которая изображает мирный атом, но атомщики сказали, не оскорбляйте нас этим атомом. Нельзя нарисовать парк. Вот как вот эта, конечно, смешная очень концепция с мирным атомом. Но почему она смешная? Потому что это просто нарисовано для красоты. То есть вот я придумал концепцию, ага, мирный атом, отлично, это как-то связано с Саровым, пусть будут круги. А к чему они там привязаны? Вообще ни к чему не привязаны. Это план, который никогда не один житель Сарова, кто, я не знаю, столько полетят на самолете, они только сверху увидят... Так нельзя же на Саровом, на самолете. А ну, тем более. Я вообще не поняла ничего про эти концепции. Вот я с самого начала говорю, я не поняла. Там были, звучали арка, сталинский ампир, лодочная станция звучали слова. Веревочный парк. Веревочный парк. И все, и все, больше ничего не звучало. Разработчик говорил, да вы что, в четырех концепциях абсолютно разные дорожно-тропиночные сети. Все. Мне кажется, что просто обычные люди, которые... Концепции ради презентации. Вот скажите, а как обычный человек, глядя вот так вот на план, который он никогда в жизни... Вот люди гуляют по парку, они гуляют внутри парка. Да, у них есть ощущение, когда они гуляют внутри парка. Они сверху парк никогда не видели. Как они должны сказать вот по этим планам, что им нравится больше? Здесь скорее надо было объяснять вот именно таким образом. Ну, разжевать каждую концепцию. Как вы себя будете чувствовать, да? Что вы будете здесь, в этом парке, видеть? Вот надо было по ощущениям людям рассказать. Когда парки ЦПК и ОПИ явились в 30-х годах, они появились именно с той целью, чтобы пропагандировать режим, да, вот этот, пропагандировать устройство. Они приходили и вдохновлялись, что мы граждане... Пропагандируют советскую власть. Да, мы граждане большой страны, и мы гордимся этим. В любой момент, не только находясь на работе, да, на заводе, чтобы ты в любой момент своей жизни, даже при отдыхе в парке, чтобы ты чувствовал вот это вот, что ты... Гражданин великой страны. Гражданин великой страны, у тебя все четко, все люди заходили. Для чего парки создавались? Чтобы люди приходили, маршировали там или шли по парке. По широким аллеям. Да, да, по широким аллеям, чтобы там толпа заходила, проходила насквозь. Сегодня же не устраивается в парках митинги. Мы туда ходим книжки почитать, с детьми погулять. Вот именно, что сейчас, хотя там столько, да, там 70, там 90, получается, уже почти лет, поменялось вообще устройство жизни, концепция жизни, и потребность людей, которые, вот, потребность людей от парка, она тоже поменялась. То есть сейчас что надо? Прийти в парк, отдохнуть, просто спокойно уединиться. И как раз вот такой концепцией больше отвечает какой-то пейзажный парк, да, когда ты можешь, нет, конечно, нужны и главные аллеи, это понятно, без этого никуда, потому что парк не может работать только на одну функцию, чтобы каждый человек мог прийти почитать книжку. Где-то погулять, да, где-то погулять. Да, где-то погулять, поэтому парк объединяет несколько функций. А есть в твоей практике примеры удачно спроектированного парка культуры и отдыха, с аттракционами, с зонами и так далее? Вот чтобы люди, которые нас сейчас смотрят, такие, так, надо загуглить, посмотреть, как выглядит нормальный парк. Как это сделал, собственно, Акадий Халтурин, взял и загуглил. И посмотрел примеры, и взял их просто в этой концепции. Ну, трендеры вообще какие-то странные. Просто сравнивать. У нас очень маленький парк. Маленький. И плюс к тому, уже у нас есть условия, что мы не можем вырубать насаждение существующее. Мы можем действовать только в свободных зонах. Это вообще очень сильно ограничено. С одной стороны, это круто, да, то есть все борются за то, чтобы максимально сохранить лес. Но это и мешает концепции какие-то предложить. Но с другой стороны, вот мы исходим из данности. У нас есть небольшой парк, у нас есть зоны, которые нужно как-то функционально наполнить и связать между собой. Из тех четырех концепций. Вот что там можно взять или, может быть, слепить единое целое? Может, не все так вот грустно. Как реферат из интернета, да, из четырех может делать один нормальный. И из этих вот картинок, может, тоже, ну, реально, ладно, сами придумать не смогли. Возьмем чужое и реализуем. Тоже же вариант. Да, не то же не про, не тут-то заплагиатрировали. К тому же, да, ситуация у нас с парком такая, что он в таком унылом состоянии, что, мне кажется, что бы с ним ни сделали, это уже будет лучше, чем есть сейчас. Ну, мне кажется, одна из таких проработанных, так скажем, концепций, это четвертая. Потому что там, если посмотреть, видно, что... Ты где-то с кругами? Нет, с кругами третья. Она, ну, действительно, надуманная, чтобы люди там гуляли как по ипподром и по кругу, как лошади. Ну, зачем? Можно на секундочку вернуть к чувствам, да, к ощущениям людей. То есть, возможно, не стоило спрашивать людей, скажите нам, какая дорожная тропедичная сеть вам нравится. Надо было спросить людей, скажите, что вы хотите чувствовать в парке, получать в парке, что кто-то хочет спокойствия и уединения, да, то есть архитектор... То есть, это плохой вариант, да, что вы хотите чувствовать. Да, что вы хотите ощущать, потому что архитектор это те люди, которые ему должны, мне кажется, вот услышать людей. И могут воплотить в камню. И при помощи, и сделать это в постранстве. Маш, ты вообще прекрасно говоришь, и я сейчас, честно, не хочу никого обидеть, но вот пыталась я опять-таки прогуглить этого Аркадия Халтурина, фамилия у него такая, знаете, наводит впечатление, без обид, без обид. Аркадий, без обид мы как бы на вашей стороне, наверное, не... Ну, в общем, все, что я нашла про фирму, которую он представляет, городские реновации, что она была создана год назад, в декабре 2017-го, когда как раз начали готовиться вот к этому конкурсу, ко всему. И все, ну, я... Возможно, если бы он был таким же вдохновленным архитектором, как Мария, и он бы пришел к людям и сказал, друзья мои, прекрасен наш союз, давайте сделаем парк таким, каким вы хотите. Ну, я не знаю, может быть, вот там, где он учился, его учили так презентовать. Не хочу, правда, никого обидеть, просто у меня такие вопросы. Фирма создана год назад, через полгода она получает заказ на миллион двести. И вот так вот странно, картинками из гугла этот заказ отрабатывает, и что меня почему зацепило? Я не поняла, что мне презентуют, он не смог объяснить. В итоге встала Маша, которая пришла гостем, и стала объяснять людям. Ну, наверное, он имел в виду это, и начала раскладывать концепции. Так было? Так и было. За что ей сказали, вот, спасибо, хоть что-то поняли. А у меня другой вопрос. А вот за этот год, который прошел с момента организации компании, которая называется городские реновации, кроме вот этого заказа на миллион двести на разработку парка Зернова, хоть какой-то другой проект был сделан или нет? Ну, вот, открытая информация. Общество городские реновации, генеральный директор Халтурин Аркадий Юрьевич, уставной капитал 10 тысяч рублей. Деятельность в области архитектуры, средняя списочная численность, один сотрудник, прописка в Москве, все. Мне просто интересно, ребята, если вы знаете хоть один проект, который завершила компания городские реновации, напишите нам где-нибудь в комментариях, чтобы быть откровенными и честными. Вернемся к парку. Маш, что делать-то? Что делать? Парк хотим, хотим красивый парк. Ты же архитектор действующий, работающий, ты понимаешь, что такое 100 миллионов, наверное, представляешь? И представляешь, что вот есть парк с ограничениями мощными, я понимаю, и городские реновации-то я тоже понимаю, потому что они ограничены и площадью, и тем, что деревья рубить нельзя, и ограниченный стюзон. Ну да, я думаю, там кроме денег и этого, там все ограничения есть в том плане. Да, и вот есть 100 миллионов, вот как бы, что из этого можно сделать? Мы же действительно тут на них ругаемся, а это какие-то оптимальные варианты они предлагают, действительно. Ну да, мне кажется, 100 миллионов, в принципе, не так много. Возможно, не стоит кидаться, делать все. А может быть, не стоит тратить деньги на то, чтобы там восстанавливать эти там арки, вот эти, ну, сталинскую арку, да? Да, кстати, еще можно и не восстанавливать, да. Газон бы лучше закатать. Ну да, просто вопрос, надо ли оно. Ну, пусть у нас останется четкая планировка, вокруг которой будут там слева-справа вот эти развлекательные зоны, чтобы как раз-таки вот здесь вот самое скопление народу было, а вниз уже в пойму и пейзажный парк, где можно там мамы с колясками погулять, бабушки, дедушки могут спокойно прогуляться. То есть, получается, такая будет буферная зона, потому что внизу, около реки, все равно это будет активная зона активного отдыха. Да, там вейк-парк планируется, лодочная станция. Да, 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 это он актив, там не погуляешь, ну, спокойно, тихо. А вот то, что ты сейчас описала, это четвертая концепция, да? Или четвертая концепция близка к этой идее? Ну, четвертая она близка, да, да. То есть, у нас есть шанс из этих концепций что-то получить? Как бы не скатиться к тому, что это получится просто там обшить фасады, не знаю, сайдингом, алюминиевым композитом каким-нибудь, ну, то есть, имитация вот этой бурной деятельности, вот, может, она не нужна, может, оставить действительно верхнюю часть, как она хотя бы есть. Ну, облагородить ее, там, да, привести ее в божеский вид, но основной сейчас средств отправить, конечно, на облагоустройство новой зоны. Расширить, расширить зону парка. Да, 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 и сделать по уму. Да, сделать то, чего как раз сейчас нет, дополнить, да, его. В парке, получается, есть где погулять, есть где сейчас детская площадка худо-бедно строится, да, его достроится к 20 декабря, обещают. Деткам где поиграть есть, и вот, получается, какая-то активная зона. Худо-бедно, аттракционная база. Ну, потому что, мне кажется, все равно вот этих 100 миллионов точно не хватит на то, чтобы сделать красивую вот прям конфетку вот из этой парадной части, да, вот, которая, первое, потому что там не вопрос с аттракционами. Потому что пойдут деньги там на дорожки, на фонари, там, на скалейки и так далее. На арку входную. Да, на входную арку, на какие-то элементы, которые, может быть, они ничего нового в парк не принесут. И останутся, соответственно, старые аттракционы. То есть, как бы у нас парк будет вроде как новый, а там будут стоять вот эти, ну, старые ржавые покрашенные аттракционы. Такие у нас с вами получились интересные общественные обсуждения. У нас лучше, чем было. Думаю, нам пора подводить итог нашей беседы. Дорогие друзья, до 15 декабря есть возможность написать в администрацию свои пожелания. 219 кабинет администрации приходите, высказывайте предложения о концепциях. Возможно, они будут услышаны и, возможно, парк будет действительно таким, каким хотим его видеть мы. Не оставайтесь равнодушными. Все мы хотим, чтобы парк был красивым. И мы сегодня, да, может, там кого-то обидели или задели, но это исключительно из любви к парку. Да. Да. Поэтому, друзья, подключайтесь к обсуждению. И еще раз повторюсь, мне кажется, в любом случае, что бы ни сделали, это будет лучше, чем есть сейчас. Украина разрывает дружбу с Россией. В Австралии нашли живого Пикачу. Как Урина Мамаев встретит Новый год в СИЗО. А Никита Михалков заявил журналистам, что считает несправедливым коммерческий успех западных фильмов в российском прокате. И призвал не отдавать деньги тем, кто нас не уважает. Режиссера поддержал и министр культуры Владимир Мединский, который непоколебимо уверен в том, что всемирная машина Голливуда разрушает отечественный кинематограф. Теперь, прежде чем покупать билет на очередной блокбастер, остановитесь и вспомните о том, что в этот самый момент где-то грустно вздыхает Никита Сергеевич. И спонсируется очередная антироссийская санкция. На днях в соцсети и телеграм-каналах взбудоражила новость о двух мужчинах, перевозивших в вагоне московского метро самый настоящий гроб. Возмущению пассажиров не было предела. Но в пресс-службе московского метрополитена заявили, что перевозка гробов правилами не запрещена. И правда, чего панику развели? Пустой же. Ну и, наконец, если еще не решили, в какой оттенок красить ноготочки, то вот так выглядит цвет 2019 года. Я буду тебе начитывать начало известных пословиц, прям они прям вот... Простите, тебе надо ее как настоящий архитектор закончить. Не рой яму другому, сам... Сам ее будешь... Бетонировать. Работа дураков... Оригинал лучше. Работа дураков страдают люди. Вот это класс! Один в поле... Копает. Я задумала, ты скажешь, Аркадий Халтурин. Люди пахать... Люди пахать? Не любят. Не любят. Они не архитектурны, конечно. Да, ну ладно. Все, последний. Дурная голова ногам. Не хозяйка. Все, мы справились. Ну а на этом все, друзья. Увидимся с вами в парке и на канале 16. Пока-пока. Счастливо. 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 Продолжение следует...